МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомель приеде российский поэт, сатырик, шоумен и актер Владимир Вишневский. В пошуках папараць кветки, сегодня у областном центре отзнашась купалья. А зараз об этом и иншем больше подробязна. Тульская область – регион инновационной активности. По таким девизам сегодня у Тулы проходит пресс-тур российских и белорусских журналистов. Пришим займаться инновациями, тут планует и в сопрацовнестве с белорусскими партнерами. Олег Сюнтеров потекавился планами керавництва машинно-обудовничьего завода, где разом с военной вырабляется продукция громадянского произношения. У Тулы три бренды – самовары, перники и сброя. А тому не выпадково, что пресс-тур почався с наведывания машинно-обудовничьего завода. Неколи тут вырабляли знакомиты Наганы и автоматы Калашникова, зараз освоили еще и сучасные артиллерийские ракетные комплексы. Тульский машинно-обудовничьи – один из старейших заводов России. Свою историю он отличивает с 1872 года. Хоть в угле вытворчивостью зброи у Тулы занимаются еще с 15-го ста годя, вырабленный у Тулы 37-мм автоматичной гарматой оснащается наша бронетехника. Хоть только зброи, сопрацовнество не обмежывается. С этого года у Тулы начали реализовать проект по вытворчивости сучасных станков. На заводе не утуевать. Започняя тверть ста годя у России станкобудовництвом практически не занимались. Вот вроде нет Беларуси. На протягу двух наступных годов на предприемстве планируют заменить импортное обсталевание. При том, что кошт белорусско-российских станков тоннеет за тэш японские и итальянские. Террот основных партнеров акционерное товариство «Станка Гомель». Мы с ним создаем сейчас два новых станка. Вертикальные и горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры. Разработка гомельских специалистов. Ну а частично делаем сборку у нас и ряд узлов делаем у нас. С ООО «Элмис» город Гомель мы занимаемся ремонтом уже ранее выпущенных в советские времена станков. Значит, ремонтируем это оборудование. С нашей краиной на заводе «Увогли» связываются великие планы. Той же станкобудовничий проект в 2019 году повинен выйти на узровень 500 миллионов российских рублев. Это предполагано в 20 разов больше, чем зараз. А пройдет этого размыва может и тяп. Супросовничество на автогазовой сфере и автомобиле будования. Плюс инструмент для просовки металлов и сучасные руховики. А почня Беларусь уже набывая. Али на заводе лечить, что контакты могут быть больше активными. В частности, если говорить о концевом инструменте, ну концевой, вот видите, да, это сверла, фрезы и так далее, то мы уже эту задачу решили. Мы уже не покупаем импортный инструмент. Мы уже сегодня даже продаем соседним заводам. Поэтому, может быть, это будет интересно и белорусским предприятиям. На гербе тульского машинобудовничего знакомитый левша, як символ рабочего майстерства. Причем тут зусим не супрасть, зарабить левшу еще больше профессиональным. Вот им леку про супрационницу с белорусскими партнерами. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио-компания «Гомель», Стулы, Российская Федерация. Протягиваем выпуск. Сегодня у «Гомеля» отбылась 32-я справоздачная выборная конференция областной организации БРС. И она была организована в формате открытого диалога, в рамках якого делегаты всей области обмерковали проблемные питания молодежи региона, успехи у молодежной политики, а так само планы на ближайшие три годы. Конечно, волнительно, потому что вроде как бы три года за спиной, но еще три года впереди. Есть о чем сказать и, наверное, есть что предложить на эти будущие три года. И та команда, которая сформировалась, и сейчас есть из штатных работников Союза молодежи, наверное, этой команде очень многое предстоит сделать. Как недавно озвучил глава государства, Беларусь должна стать IT-страной. Мы сейчас будем уделять этому внимание. И не только поиску молодых людей, которые занимаются IT-проектами, а в принципе продвижению этого направления среди молодежи, популяризации его. Подробязный репортаж глядите у наших вечерних выпусках. 15-й международный взлет юных выратовальников пожарных стартует сегодня на базе лицея МНС у Гомельском районе. У им примутю дел команды из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Болгары, Грузии, Италии и инших краин. На взлете сберутся самые активные подлетки и дорослые лидеры руху юных выратовальников. Удельники обменяются вопытом, сустрейнутся со старыми и познайомятся с новыми сябрами. Сирот основных метал взлету – навучение навыкам выратования и самовыратования у разных надзвечальных ситуациях, формирование культуры безопасности в громадстве. Программа продуглеживает разные конкурсы и мероприемства, которые выучат основам безопасности и оказанию первой медицинской допомоги. «Электробеспека. Вашима детей» Выстава «Дитячих малюнков» открылась у картиной галереи Гаурейла Вашенки. Проект лазится суместно с управлением Адукации Абл-Ваганкама и филиалом «Энергонагляд» РУП «Гомель Энерго». Выстава организована у рамках республиканской акции «Беспечное лето-2017». Головная мета – нагадать подрастающему поколению о правилах электробеспеки. Отсутность належных контролю сбоку дорослых уперед каникулов. Жадание детей отшуть себе самостоинными. Игнорование ими забороняльных знаков часто приводит до трагичных наступствов. С метой выхования культуры энергоспоживания и попереджения травматизма «Энергонагляд» и управление Адукации, что год ладит областный тематичный конкурс. 30 малюнков демонструет наступство самовольного проникнения детей на территорию дзейчого электрообсталявания. Наближение на недопушальную адлеглость до проводов линий электропередач, неправильной эксплуатации бытовых электроприборов, а так само широк инших жатевых ситуаций. До того ж, юные наведвальники выставы могут убачить цікавые мультфильмы, які расповедают об небеспеце, связанной с электричностью. Детская психика, они больше воспринимают, скажем так, в игровой манере, и поэтому все это и проводится так. Но сама ситуация нарисована так, как мультяшная, чтобы было проще для восприятия вопрос, несколько вариантов ответа. То есть дети сами выбирают, по их мнению, правильный ответ. Если, скажем так, ответ действительно правильный, ну тогда все хорошо. Нет, значит, приходится детям пояснить, что вот нет, здесь все-таки, наверное, нужно было поступить несколько по-другому. Международный фестиваль сатиры и гумору «Белая ворона» для людей с порушениями слыху стартует сегодня у Гомеле. У бухте капитанов сберутся команды с Беларуси и России. Усяго больше за 150 человек. Организатор мероприемства – Центр инклюзивной культуры. Головная мета – реализация творчого потенциала людей с порушениями слыху. Команды удельников представят конкурсные программы, по вынеках яких вызначать переможцев у номинации «Артысты-гуморысты». На вернисаже гуморыстычных газет назовут слепших мастаков. Сегодня у вечера на ведвольнике фестивалю убачать тетрализованное представление «Царские забавы» на Ивана Купалу. У другий фестивальный день конкурсанты померуются силами у спортивных споборництвах, сярудьяких – эстафета, перетягивание канату, волейбол и дартс. Так само вызначать уладальников титулов «Мисс Белая Ворона» и «Мистер Белый Крумкач». Завершится фестиваль великим галаконцертом «Сузорье Белых Ворон». Идея фестиваля возникла в 1997 году. Первый год у нас в основном были концертные программы, в конкурсе принимали участие, юмористические концертные программы. А потом с каждым годом добавляли уже новые номинации. И сегодня у нас уже где-то пять номинаций. Пять лет у нас фестиваль отсутствовал, ну, по известным причинам экономическим. В этом году решили реанимировать «Белую Ворону» и провести ее в районе Якубовки. Хамешане смогусь особисто погутырыть с поэтом и сатырком Владимиром Вишневским. Сема Галейпеня, Телевиадучши, актер и шоумен проведе творшую сустречу. Сегодня Владимир Вишневский – один из самых цитуемых российских поэтов. На его рахунку 18 книг. Послухать свершу и ближе познайомиться с неординарной творшостью письменника можно будет у Палаца Румянцевых и Паскевича. Народное свято Купали отзнашать сегодня у Гомели. Мероприемства пройдут на трех пляцовках. На озерах по улице Макайонка у центральном районе свято подшнется у 17 годин. Жахары и гости города смогут принять удел у спортивных споборництвах, мастер-классах по плетению лялики вянков, доведаться про свой лес по продказаниях. Будет працавать детячая пляцовка. У советским районе свято подшнется у 17.30, в микрорайоне Любинске по улице Мележа. У программе концерт, карагоды, конкурсы на лепший убор и купальский вянок. У Чигуночном районе на каскаде озер микрорайона Гомсельмаш у 18.01 стартует народно-обрадовое свято Малявничая купалья, подчас якого выступят творчие коллективы и покажут тематичные представления. Сегодня программа «Добрый вечер. Гомель» раскрыет секреты бесшкодного загару. Гости студии расскажут, какую оборону от солнечных промянетов треба выкористовывать и что необходимо для равномерного и корыстного загара. Задавайте свои вопросы сегодня в вечере у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Номер телефона у студии 37519. Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорту вас познайомит Михаил Садуски.